Приветствую вас! Я думаю, что, безусловно, вы можете менять имя, если вам этого хочется, безусловно, вы правы изменить своё имя, если оно вам не нравится, если вам не нравится то, как оно звучит, вы вполне правы его изменить и поменять. Вот. Но! У этого есть одно но. Во-первых, со своим именем вы вправе делать всё, что вам заблагорассудится, ни больше, ни меньше, и тот факт, что вы думаете о том, как донести до своих родителей вот этот вот, ну, этот момент, что вы хотите изменить своё имя, свидетельство, что вы в себе, вероятно, не уверены. Если вы не уверены в себе, если вы сомневаетесь в себе, то имеет смысл, возможно, поисследовать именно то, что вызывает у вас ощущение неуверенности в себе. Понимаете, какая штука. Вот. Поэтому момент здесь такой, что вы здесь больше думаете о людях, а не о себе. Момент здесь такой, что вы думаете о том, как другие это воспримут, но не о том, чего хотите вы. Таким образом вы обесцениваете свои желания и свои чувства. Дальше. Вы пишете о том, что из-за имени вам кажется, что у вас не ладится жизнь, и вы стесняетесь своего имени и следите с его. Стыд и стеснение, а также наличие неудач в жизни с именем никак не связаны. Хотя, конечно, очень многое зависит от того, какое значение, какой смысл вложили родители, когда называли вас определённым именем. Но именно этот смысл, возможно, стоит поисследовать и изменить своё отношение к нему, освободиться от его давления. Возможно, имеет смысл принять что-то в себе. Возможно, имеет смысл взять ответственность за что-то в вашей жизни, чем пытаться изменить имя. И самое главное, я думаю, что вам нужно спросить себя, если бы в вашей жизни получалось то, что вы хотите, если бы вы не стыдились его, своего имени, не испытывали бы стыд, а вы не можете за него испытывать стыд, потому что не вы его выбирали, вы бы всё равно хотели поменять своё имя или нет. Если бы всё равно хотели в таком случае поменять, то тогда, конечно, его стоит поменять. Здесь нужно понять, что нет никаких слов, сказав которые, вы могли бы как-то подготовить родителей к тому, что вы собираетесь сделать. Если родители, в принципе, готовы принять то, что вы делаете, они это примут в любом случае, чтобы вы не сказали. Если не готовы, точно так же, чтобы вы не сказали, они это не примут, поэтому никакого смысла думать над тем, как сказать, нет. Лучше всего просто сказать правду. Вот как я, вот как вы написали текст, так и сказать. Но проблема эта ваша, скорее всего, не решит, потому что вы не принимаете себя, вы обесцениваете себя, вы перекладываете ответственность за свои неудачи на имя, а это, в общем-то, ведёт к тому, что после смены имени вы будете искать что-то ещё, что ответственно за ваши неудачи. Всё, кроме вас самой. Так что, у меня представляется история здесь именно в таком ключе и в таком контексте. Так что вы говорите, что запутались, и очень важно понять, в чём конкретно вы запутались, что конкретно вызывает у вас противоречия. Вы пишете, что, значит, хочется, я думаю, вот хочется, я думаю, что из-за этого жизнь не ладится. Как я уже сказал, жизнь здесь ни при чём. Ваши поступки определяются вашим поведением, результат определяется вашим и вашим выбором, но не именем. Можно это сделать, чтобы об этом никто не узнал, потому что для своих родных я страна стану старым именем, новым людям буду новым именем представляться. Я думаю, тут будет путаница, но в целом вы правы, родные будут называть вас по-прежнему старым именем. Ещё раз, вы слишком много значения придаёте именем. Оно не так важно для вашей, например, удачливости или наоборот неудачливости. Как вы думаете, оно не, имя я имею ввиду, не определяет вашу успешность, оно не определяет то, как вы будете себя чувствовать и так далее, никак. Поэтому, мне думается, что вы здесь немножечко не на том сконцентрированы, мне думается, что сперва нужно решить вопрос ваших личностных конфликтов, которые у вас имеют место быть. А уже потом, после этого, можно будет, в принципе, думать о том, хотите ли вы, собственно говоря, сменить имя на самом деле или нет. Вот, то есть я думаю, что тут вам можно отвидеть примерно в таком ключе. Вот, а то вы так вот, знаете, так вот профессионируете, ну, себя и ситуацию, да, что смените имя и все, и проблема будет, ну, решена. Нет, к сожалению, так не бывает. Так, к сожалению, не бывает. Проблема не решится только тем, что вы вот смените свое имя. Проблема не решится, не решится. Вот так можно ответить вам с точки зрения, значит, профессиональной психотерапии. Мне надеюсь, что это было вам полезно. Надеюсь, что вы задумаетесь на темы, которые я вам озвучил, потому что это правда очень важная история, это правда очень важный момент. А вот важный момент для вас важный момент. А вот я надеюсь, что вы для себя сделаете какие-то выводы. Я очень надеюсь, что вы будете ориентироваться именно на свое восприятие себя, а не на, допустим, имя. Какие-то вот внешние факторы, да, которые могут, допустим, ну, которые могут, допустим, на что-то влиять. Вот. Такая вот история. Ну, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация с именем разрешится. Я самое точное. Алексzero. Поехали. Вот. Нacz Downtown.